Миллионы лет трудилась наша матушка природа над созданием высшего земного существа – человека, одарив его здоровьем и умом. Но человек часто поступает неразумно, причиняя тем самым вред своему здоровью. Одна из вредных привычек человека – привычка курить. Наше здоровье – это наше богатство, дар природы. А курение разрушает здоровье человека. Выходит, что человек сам причиняет вред своему здоровью, загоняет себя в ловушку. Над полем жизни бьется мотылёк, полёт на слабых крыльях невысок. Напрасно мама просит подождать, судьбу стремится юность испытать. А в небе звёзды яркие горят, в леку в тайне девчонок мотылят. Как скучно им, что мама говорит, и в небо юный мотылёк летит. Мотылёк, куда же ты летишь? Погоди, ведь ты в огне сгоришь, беззаботно взлетая, жизни не зная, прямо в пламя угодишь. Мотылёк, куда же ты летишь? Погоди, ведь ты в огне сгоришь, беззаботно взлетая, жизни не зная, прямо в пламя угодишь. Не думает девчонка мотылёк, что жизнь её, как осень и листок, закружит яркий звёздный хоровод. Когда бродяга ветер позовёт, порхают молодые мотыльки, сквозь ночи не летят на огоньки, сгорают, лишь пыльца в лучах блестит, но в небо новый мотылёк летит. Мотылёк, куда же ты летишь? Погоди, ведь ты в огне сгоришь, беззаботно взлетая, жизни не зная, прямо в пламя угодишь. Мотылёк, куда же ты летишь? Погоди, ведь ты в огне сгоришь, беззаботно взлетая, жизни не зная, прямо в пламя угодишь. Мотылёк, куда же ты летишь? Погоди, ведь ты в огне сгоришь, беззаботно взлетая, жизни не зная, прямо в пламя угодишь. Мотылёк, куда же ты летишь? Погоди, ведь ты в огне сгоришь, беззаботно взлетая, жизни не зная, прямо в пламя угодишь. Мотылёк! До 16-го столетия Азия, Африка и Европа не имели ни малейшего представления о табаке. Впервые с этим растением познакомился Колумб и его спутники, высадившиеся на одном из островов Америки. Европейцы увидели, что жители острова из сухих листьев какого-то растения свёртывали длинные трубки, один конец которой поджигали и втягивали образующийся дым, выпускали его изо рта и носа. Этот свёрток они называли табако. КОНЕЦ 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 В конце 16-го столетия англичане-торговцы привезли табак в Россию. Однако вначале он не получил широкого распространения, так как из-за неосторожности курящих в Москве и в других городах часто случались пожары. Царь Михаил Фёдорович не только запретил курить табак, но и ввёл различные наказания. Курильщиков ссылали в Сибирь, отлучали от церкви, а то и калечили. Но несмотря на повсеместные жестокие расправы над курильщиками, табак продолжал победоносное шествие по земле. Оно не остановлено и до нашего времени. В те времена торговцы табаком распространяли слух о его целительных силах, якобы восстанавливающих и укрепляющих здоровье человека и повышающих умственные способности. Зажиточные торговцы устраивали специальные табачные вечера, пропагандируя новшества. Часто его употребляли просто из любопытства. Попробую и брошу. Так думали многие, но не подозревали, что уже после первой выкуренной сигары трудно было избавиться от никотиновой зависимости. К середине 17 века спрос на табак возрос настолько, что не только торговцы, но и правители государств поняли, что торговля табаком является очень выгодным делом, приносящим большие доходы. В России Петр I отменил запрет на употребление табака и разрешил английским торговцам ввозить табак в Россию, за что они вносили в казну огромнейшую пошлину. Постепенно преследование курильщиков прекратилось. Началось быстрое производство табака практически во всех странах. Предвидя большие прибыли, многие правители назначали премии за разведение табака, выдавали бесплатно семена и инструкции по его выращиванию. Это послужило толчком к проникновению табака во все классы и сословия. Люди позабыли про религиозные обряды и запреты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В состав табачного дыма входит около 4000 химических веществ, многие из которых ядовиты. Сами по себе эти вещества вне табачных изделий не являются ядовитыми. Но попадая в организм человека, под влиянием температуры тела из табака выделяются очень вредные вещества – свинец, висмут, мышьяк, полоний. Главный яд табака – никотин, очень опасный для здоровья человека. В течение 30 лет курильщик выкуривает около 20 тысяч сигарет – около 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Очень опасны капли дегтя, входящие в состав табачных изделий. Они оседают в легких и становятся причиной многих воспалительных процессов. При курении никотин вызывает учащение и сердцебиение. Сердцу требуется больше кислорода, а угарный газ, образующийся в легких из дыма, уменьшает количество кислорода. Ошибочно считают те курильщики, которые полагают, что куря сигареты с фильтром, они освобождают дым от вредных веществ. Это не так. 80% вредных веществ все равно попадают в легкие. Курить может бросить любой, даже самый заядлый курильщик с любым стажем курения в любом возрасте. Не надо пугаться определенных трудностей, связанных с этим. Они вполне преодолимы. Недаром подавляющее большинство людей бросают курить самостоятельно, не прибегая к помощи медицины. Залог успеха в твердом желании покончить с этой пагубной для здоровья привычкой. Песня сочинилась Песня сочинилась Сочинилась Песня сочинилась Песня сочинства Можно с песенкой сердечной И грустить, и веселиться И кахливу с каждым встречным Можно песни поделиться Мимоходом, мимолетом Теплоходом, самолетом Адресованная другу Ходит песенка по кругу Потому что круглая земля Адресованная другу Ходит песенка по кругу Потому что круглая земля Мимоходом, мимолетом Теплоходом, самолетом Адресованная другу Ходит песенка по кругу Потому что круглая земля Потому что круглая земля Потому что круглая земля Теплоходом, мимолетом, мимолетом Их ремень Теплоходом, мимолетом Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...